Я бы, наверное, прежде всего сконцентрировался на росте личности, в центре развития личности. Через что? Через наши практики. Через практики? Да, через то, что мы делаем. И оно бы дало бы немножко другой бы сразу результат. То есть, понимаешь, когда я смотрел на то, что делают люди, там, своими руками, остеопатия или мануалка, я же понимаю, что, ну, поправил, дальше пришел, дальше человек возвращает через какое-то время с этим же самым, ну, на полгода хватило, кого-то на месяц, кого-то на два. Ты же понимаешь, что, наверное, не так задумано природой, чтобы по одному и тому же ходить, ну, много раз. То есть, есть, наверное, какая-то, значит, причина возникновения того или иного. Олег, мы сейчас находимся в том центре, который является на сегодняшний момент одним из филиалов, московским филиалом твоего метода. И, я так смотрю, обстановка очень интересная, очень домашняя, уютная. Здесь много кабинетов, много специалистов могут заниматься по своим направлениям. Я знаю, что идет расширение очень активное у тебя, подтягиваются люди и знакомые тебе, и которых ты раньше не знал, и складывается такой уже коллектив единомышленников, которые занимаются, каждый вроде в своем направлении, но все в одной конве. Вот как к этому ты пришел, что в центре Москвы появился такой центр, это первое. И второе, как тебе удается собирать людей, которые, ну, в общем-то, казалось бы, индивидуалисты свой индивидуальный метод продвигают, но при этом вот в одном месте все. Да, вопрос непростой. Как я к этому пришел, это же целая история жизненная. Что вот центр, смотри, откуда будем смотреть, где начало будет выглядеть. Ну, давай начнем. Родился. Да, родился, пригодился, сгодился. Значит, мы где-то в ноябре месяце запланировали, когда в Москву поехали, о том, что, ну, так вот увидели картину, что где-то, может быть, через течение полугода у нас появится центр в Москве. Вот, и в этом центре будем принимать людей, может быть, дополним его каким-то, каким-то специалистом, какими-то дополнительными практиками, безусловно, микроэлементной базой в виде наших там базов и так далее. То есть, чтобы полный набор комплектов для восстановления здоровья люди могли получить. Ну, и в том числе тут здоровье, если разговариваем, не только физическое здоровье, это и психологическое здоровье, это прежде всего психологическое здоровье. Да, отсюда уже дальше и физическое здоровье возникает. Мы с тобой, когда записывали о феврале месяце, как сейчас помню, это был где-то четверг у нас, и мы с тобой проговорили о том, что центр планируется, он будет в Москве. Ну, соответственно, я о нем сказал, но я не знал, какой он будет. А, в принципе, все, что я делаю, это направлено, ну, делаю с человеком, да, то есть, вот, по своему методу направлено на управление пространством временем событиями. Да, то есть, это в глубоком смысле, если я не владею этим самым, то, как бы, мне нечего дать, да, но у людей же запускают событийные ряды, все очень быстро растет, появляются какие-то удивительные вещи в их жизни, начинает все быстро-быстро развиваться, да, ресурсность появляется другая. Ну, соответственно, у родоначальника метода такая же должна быть, не меньше. Если мы с тобой в четверг разговариваем, то в понедельник я еду и смотрю вот именно этот центр. Как раз, когда у меня закончились приемы и появилось время на это. Мы, когда зашли сюда, я сразу понял, что это то, что, в принципе, мы искали. То есть, и не требуется здесь каких-то дополнительных мероприятий, поисков. Вот, и, соответственно, здесь у нас восемь кабинетов, которые вполне себе под разные процедуры, которые мы не могли, допустим, выполнять, находясь там в квартире или в условиях съемной квартиры, здесь мы можем их применять, потому что здесь есть два кабинета с душевыми кабинами, то есть для таких вот мокрых процессов, да, которые надо потом будет смывать, там, намазывание медом, там, еще что-то и так далее. Есть спа-зона, в которой есть русская баня, есть хамам, вот, купель, есть зона кухни. Принципиально это все может использоваться даже как ретритная какая-то площадка, которая для небольшого количества людей, ну, это не массовый, а вот именно штучный товар, да, для развития человека. И мы стали приглашать сюда тех, с кем я был знаком, с кем мы вместе двигались и посещали, и в том числе фестивали здоровья, ну, и так далее, да, то есть я стал приглашать, показывать и приглашать взаимодействие, сотрудничество. Что могло быть камнем преткновения, это то, что сам центр был назван по моей фамилии, метод Бажина, правка человека. Ну, при входе, да, там, красиво. Да, название есть моя фамилия и воспринимается как личный бренд, и это начинаем работать, знаешь, под личным брендом Олега. И это все не то, это возможно не то. Ну, вот я не встретил, на самом деле, вот такого яркого или ярого протеста на предмет того, что названо это по моей фамилии. Те, кто со мной все это время рядом двигался, они, наоборот, сказали, Олег, ну, мы с тобой готовы двигаться, и пошли вперед, и как бы с тобой хоть куда, и мы будем частью твоей команды, частью вашей, частью нашей общей, да, системы, вот, и надо понимать, что то, что даю я, это, ну, малая, вернее, значительная часть, да, но это, с точки зрения организационных моментов, это же, как бы я пришел, вот, кабинет, и я выполнил то, что я умею, да, делать. А есть еще другая, закадровая работа, это уборка помещений, это подготовка, это хозяйственная деятельность, это закупка каких-то материалов, это подготовительная, это обработка заявок там по биологически активным добавкам, понимание, сколько кому чего нужно там, и так далее. То есть, это еще работа, плюс общение с, и поэтому команда, она выполняет очень много всяких разных, помимо своих стандартных каких-то вещей, которые я могу делать, но если я буду делать еще вот это, то у меня не будет такого, ну, то есть, погруженности в то, что именно я могу представить. То есть, каждый должен на своем месте выполнять свое, поэтому я же могу, конечно, и в бане одновременно находиться, да, и там парить, но от разбросанности эффекта, ну, будет прямо минимум, то есть, поэтому каждый концентрируется на чем-то своем, и у нас в центре, помимо правки, которую я делаю, есть так называемая казачья правка, которую мы назвали как путь воина, это работа казачьими плетками, плюс у нас в центре поставили провило, есть сейчас провило, и можно потянуться на провиле для всех желающих. Есть также работа через воск с тонкоматериальными телами, процедура достаточно интересная с точки зрения познания, да, меня тут недавно спросили, прыгаю ли я через костер, такой вопрос мне поступил, с целью, скажем так, определить меня какой-то, может быть, религиозной составляющей или еще что-то, ну, сразу такой вопрос возник, вот к тому человеку, который спросил, говорю, а вы сами прыгали? Я просто порекомендовал попробовать, ну, потому что если мы по каким-то вещам человека определяем какой-то принадлежности, а при этом сам по себе прыжок, ну, я его отношу, с одной стороны, это может быть даже очищение, да, как бы тонкоматериальное, или прежде всего это так задумывалось, а с другой стороны, это, ну, какая-то забава, которую, как обычно, когда смотришь, именно как забава и воспринимается. И самое интересное, что как накупали, которые там проводят язычники, так и накупали, которые Иван Купала, которые проводят представители другой религии, и то, и другое, там и там есть эти прыжки. То есть, соответственно, и у нас в этом смысле подход, он очень целостный, емкий, и мы стараемся дать максимум, да, понимания для человека, как оно выглядит, потому что, допустим, отливка воском, она присутствовала у наших дедов и прадедов, как настольный метод или способ очищения информационного, да, то есть, а если мы рассматриваем гигиену, к примеру, человека, то гигиена человека, она может быть, как гигиена физического тела, немаловажная гигиена, значит, психологическая или информационная, в том числе, да, и мы-то с вами начинаем понимать, что принципиально, если мы своих детей будем огораживать от информационных потоков или приводить к информационным потокам, которые их будут облагораживать, то мы получим какой-то другой результат, нежели во вседозволенности слушать то, что бакновенно происходит из общедоступных, да, информационных систем, сетей и так далее. Принципиально информационная гигиена, она присутствует в нашем обыденном в жизни понимании и является очень важной составляющей здоровья человека, вот в целом, если мы рассматриваем, человек, который насыщен информационным отравленным материалом, он, собственно говоря, психическое здоровье, оно нарушается и, как следствие, нарушается и психологическое здоровье. Поэтому я всегда ставлю на первый этап это выравнивание человека с точки зрения его психологической основы, с точки зрения того, кто он, зачем он здесь, постановки цели ему, то есть, чтобы было понимание, куда он движется и вообще, что он здесь делает, вот появился на этой земле и зачем эта вся история с ним случилась. То есть, я вот одни, один из своих, как бы, задач ставлю вот именно в приведении человека в ясность бытия. Мы с тобой говорили о том, что ты набираешь людей для обучения, чтобы твой метод стал доступен еще большему количеству людей. Какие-то с того времени подвижки начали появляться? Да, начали появляться подвижки, но они касаются не набора сейчас людей, а понимания из тех, кто обращается и из той задачи, которую мы ставим, понимания, кто же все-таки нужен. Как правило, при достижении любой цели, ну, какая-то ясность, да, ясность, она должна быть, потому что можно перерабатывать целую кучу, вот, не очень, может быть, красиво прозвучить, человеческого материала, да, через себя провести и посмотреть, кто с чем пришел, у каждого будет какой-то свой запрос. Но если я буду понимать на входе, кто мне нужен, будет проще не тратить времени ни человека, ни свое, понимание вот этого потенциала, оно будет более явное, ясное. Вот, поэтому подвижка есть сейчас с точки зрения понимания характеристика качества человека, который необходим. Здесь небольшой зал, в котором мы снимаем наш разговор, и в нем ты уже проводил семинар. И, насколько я понимаю, семинар прошел достаточно успешно. Люди, которые пришли, получили то, что, наверное, даже не ожидали получить. И такой вопрос родился у меня в связи с этим. Насколько ты планируешь вот этот зал загружать такими подобными встречами, ретритами, семинарами? Насколько это востребовано, на твой взгляд, и насколько это нужно людям? Да, действительно, у нас получились очень хорошие отклики от проведенного семинара. Участие людей стал меняться даже распорядок дня. То есть, это вплоть до того, что у людей пришло осознание того, что они часть своего времени тратят безвозвратно впустую. А это именно их жизнь. Семинар назывался «Путь к себе. Миссия выполнима». Вот такое название. В реале это часть номер один. И там дальше надо еще несколько частей к этому добавлять. Для того, чтобы саму теорию управления пространством, управление событиями, ее всю полностью выдать. Потому что это как инструкция, по сути, на жизненном пути. И она способствует к скорейшему достижению целей. Условно, если любую цель написать, к ней будет выполнение ряд. Задач, чтобы ее достигнуть. То есть, любую задачу можем поставить как цель, опять ее расписать. Это как раз про передвижку материальных каких-то событий, материальных каких-то декораций, в которых человек будет развиваться. На этом семинаре ясно раскрыли, какая цель нахождения здесь на земле. И принципиально такой постулат, поскольку подход вообще математический изначально, постулат на этом семинаре был следующий. Я существую тогда и только тогда, когда я управляю временем, пространством и событиями. Во всех остальных случаях я живу тогда и только тогда, когда я управляю временем, пространством и событиями. Во всех остальных случаях это просто существование. То есть, если ты живешь, значит, ты управляешь пространством, временем и событиями. И оно действительно вписывается в предыдущие все концепции, когда по созданию человека-творца именно об этом речь идет. То есть, мы просто конкретизируем, что такое человек-творец. Если мы конкретизируем, то есть, ясним эту ситуацию, то, соответственно, путь достижения или выход на путь человека-творца становится более ясным. Поэтому, конечно, где-то люди, может быть, что-то другого ожидали. Но, по большому счету, многие из них у меня были на оправке и знали в каких-то отдельных вещах, о чем я буду говорить. Но на семинаре это все было собрано в единое целую подачу. И понятно, что там объем вот этой работы, он еще предстоит глобальный. То есть, я сейчас еще буду дополнять еще по пару, как минимум, частей еще будет выйдет. Какие отзывы у людей после семинара? Один отзыв был, не хватило практики именно на самом семинаре. При том, что принципиально на семинаре я показал то, что практики, которые мы в жизни не выполняем, они особо сильно бессмысленные. То есть, ну, как бы состояние надо обретать, находясь прямо в жизни. Вот сейчас попрактиковали, и потом такие классные, здорово, а потом вышли и начали раздражаться. То есть, и для этого, собственно говоря, я кучу практик написал, которые задания на дом, которые надо выполнить на каждый день и достигать определенного состояния тем самым. То есть, это самая главная практика, на мой взгляд, это жизнь. То есть, другой практики-то и по большому счету нет. Все остальное, как бы костыли, которые мы можем проставить. Кому-то они помогут, но большинству, с кем я разговариваю, многим медитации вообще не помогают. То есть, не могут уйти, улететь. Многие не видят картинок, которые видят другие. Ну, и так далее. Большинство, как-то вот так ситуация складывается. Это означает, что путь должен быть в другом, в чем-то. И достижение такого всеобщего дзена, оно, значит, пролегает где-то в другом месте. Следующий отзыв, это, как раз я уже об этом сказал, это изменение распорядка дня. Это человек стал просто по-другому смотреть на каждую минуту своей жизни. Это, на мой взгляд, это прямо вот существенный фактор. До большинства какой-то пересмотр, пересмотр именно по отношению к себе, наверное, стал происходить. Когда ты понимаешь, что ты, находясь на каком-то испытании, ты не должен терять время, а должен его пройти. И чем больше ты его консервируешь, у нас есть такая особенность, когда мы какие-то вещи нас сильно волнующие, начинаем, ну, потом решу, там, не сейчас, там, давай, вот, сейчас еще не сложилось, там, луна за солнце не зашла, там, еще что-то. И вот день не тот, надо сегодня лежать, там, завтра, там, понятно, да, мы в какие-то условности впадаем. И в итоге не можем выйти в состояние управления событием. Не можем в этом событии начать присутствовать, не можем взять им, начать управлять, да, соответственно. То есть, этого не происходит, тогда мы не живем. Мы в этот момент начинаем переходить в уровень существования. Мне очень порадовало, что у нас на семинаре была в том числе молодежь, которая в конце просто аплодировала. Я всегда, когда работаю с подростками и с людьми, которым, там, условно, там, до 22-25, я радуюсь, что есть возможность с минимальными потерями человека поставить на его собственные рельсы, так, чтобы этот локомотив поднесся, не съезжая в кювет. На твой взгляд, что людей привело на семинар? Какие проблемы? Ну, я не могу сказать, какие проблемы привели. Наверное, не о проблемах говорить надо, хотя, если это назвать проблемой... Я обратил внимание, что у всех, по большому счету, кто бы что ни делал, у них реальные задачи, которые они сейчас ищут, они ищут себя. Не могут нащупать вот этот вот канут, потому что, когда ты себя почувствовал, понял, кто ты, то у тебя начинает по-другому складываться работа с пространством, с людьми, с... Ну, жизнь по-другому начинает идти, да. Люди в этом поиске себя, они ездят на какие-то семинары, ездят на учебы, значит, практикуют, живут там, каких-то событий проживают и так далее. То, что мы писали, когда приглашали на семинары, то, что для людей раскроется вот этот вот пласт, что им станет понятнее, яснее, проще после этого. Ну, мне кажется, это как раз сыграло роль, что мы вообще в легкую, там, за три дня собрали необходимое количество людей, ну, по числу там мест, да, и люди были. Для меня вот собираемость, она как показатель, да, то есть мы определились, что даже не задолго, не за две недели мы собирали, а буквально за три дня. Это подали объявления. Хотя перед этим, да, было понятно, что мы будем проводить, не знали точную дату. Да, вернемся к тому, что ты делаешь. И вот перед нашей записи ты мне показал фотографии молодой женщины с очень серьезным нарушением позвоночника, сколиозом. И показал фотографии после первого сеанса и после второго. Ну, конечно же, видно невооруженным глазом, что сколиоз вообще стал уходить, спина стала нормальная, выравниваться. И это без каких-либо там подтяжа, без каких-либо там тренажеров, без каких-либо там калываний, перекалываний и операций. Хотя многие говорят, что сколиоз, он не справляется. А здесь вот, ну, но лицо, фотографии, вот спина до этого, вот спина после этого, вот спина после чего-то. Как это все достигнуто было? Это вообще показал три фотографии. Первая фотография это после первой правки. То есть надо понимать, что до первой правки пина была еще хуже. То есть это после первой она немножко уже по-другому стала. Вторая фотография была это после второй правки. И третью фотографию я попросил прислать мне из дома, но чтобы человек оделся в той же одежде, к которой приходил на правку, чтобы прямо, ну, как бы, глазами ничего отвлекало, было нагляднее все видно. Там не то, чтобы даже ушло, там, начало расправляться, да, то есть это, это прямо видно, то есть за неделю после второй правки. Потому что то, что я делаю, оно как бы дает некий посыл, то есть я вектором вот этим направляю, да, как человек, какой должен быть человек, в каком состоянии он должен находиться. Что же я сделал такого? Я стал работать с внутренним состоянием, вот, и своим методом стал его править, это внутреннее состояние, убирая блоки, которые привели вот таким, таким зажимам, которые вот на теле в виде сколиоза проявились. Получается, что ты не хватаешься сразу выравнивать позвоночник, а занимаешься уборкой, раскрытием сначала, а потом уборкой причин. Причем это происходит не только с твоей стороны, это происходит со стороны того, кто к тебе пришел. Получается, следующая ситуация, когда приходит человек с кривой спиной, он говорит, ну, я там сидел криво, тут с телефоном, тут у меня подушка неровная, в школе там парта такая-то. А в реалии-то, что я говорю, ну, в классе же 30 человек, да, условно, и среди этих 30-ти сколько с кривой спиной? Вот с такой, как у тебя. Все, да? Да, в том-то и дело, что не все. Тогда, получается, проблема не в парте, проблема не в телефоне, проблема не в подушке. Сегодня тоже вот слушал, да шея напряжена, потому что в телефоне. Ну, я говорю, я так же с телефоном, с этим, с этой адской штукой, говорю, и что? Ну, у меня шея расслабленная. То есть, это означает, что проблема есть другая, конкретно, характеризующая человека. И определяющая, ну, она, вот эта проблема, она определяет дальнейшее движение силы по телу. Если какой-то было, ну, условно, сколиоз, это, как правило, ну, сколько я вижу, это проблема с мамой, папой. Там, вот, либо с одним, либо со вторым, какой-то искривленной, либо очень сильной стрессовой ситуации, которая на провале на одном из родителей, либо на мужской части, либо на женской части. Ну, это к вопросу целостности человека и целостности его мировосприятия. Выравнивая целостность, восстанавливая целостность, начинает тело, как следствие, да, то есть, мы даже тело-то, что там, править позвоночник, я же ничего, нет, это не делаю такого, молотком не стучу, нет, это, ну, у нас-то спокойно легкие покачивания, там, еще что-то такое, вот, где-то точки найдем, там, по точкам поработаем. Это все, вот этот вот процесс, вот этого раскачивания, да, телесного и плюс проработки внутренней, он дает вектор на выравнивание позвоночника, выравнивание человека, когда человек уже не гнется, не прогибается ни в одну сторону, он начинает распрямляться. Мама, вот эта женщина, она написала, у дочки улучшилось настроение, появились планы на будущее. То есть, до этого это не наблюдалось. Ну, да, на самом деле, вот то, что ты рассказываешь, многие врачи скажут так, шарлатан какой-то сидит, тот, что-то непонятно, буровит такой, причем здесь вот то, о чем ты говоришь, и вот физическая вот эта неисправность организма. А с другой стороны, те, кто наблюдал за природой, понимают, что ментальное, мыслительное, без физического не существует. Если нет мысли, значит, это, ну, какой-то овощ. А если мысль есть, то это уже не овощ, да, и очень важно следить за свои мыслями. И позвоночник – это же ось, ось человека. Если в оси, при понимании этого мира, проявлении себя в этом мире что-то не так, то в этом случае тогда и ось может неправильно работать. Ну, если как бы бесхребетный, да, под кого-то прогнулся, делал то, что не должен был делать, пытался играть и нашим, и вашим, хотел и с тем, и с другим, а вот не получалось, надо было что-то в сторону принимать. И вот такая там змейка получается вместо ровной оси. Для людей, которые, еще раз говорю, которые вот так вот широко мыслят, для них это понятно. А вот для врачей, для тех, кто заканчивал институты различные, резал трупы, ну, непонятно почему. Ну, потому что, ну, вот есть проблема, вот, скрываем, она есть. Как ты ее там уберешь? Вот я взял, хрусь, 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 там, да, все встало на свои места. Ну, и говорят врачи, что сколиоз не лечится. А у тебя получается, что сколиоз так-то выравнивается с собой? Ну, получается, что выравнивается. Ну, не сам ведь с собой. Получается, что это проработка, опять же, двойная. С твоей стороны, и с того, кто пришел. Обязательно, да. То есть без проработки человека и без его включенности здесь ничего не получится. Я не смогу без намерения человека, через силу его, да, там, что-то для него сделать. Это бессмысленно. Это как одарить человека чем-то, что ему не нужно, и ждать, что он это будет боготворить и говорить, это да, это вот мне вот тут под... Не, он просто выбросит это, это же ему не нужно. Ну, бывает, даже не выбрасывают, но не применяют. Не применяют, или сположат куда-нибудь... Да, да, неоднократно я дарил людям то, что... Знал, что им это в жизни нужно, но они не проникались этим. И получалось так, что в конечном итоге это где-то лежало в стороне, они этим не пользовались, а то, что я дарил, это сделано или моими руками, либо приобретено где-то за какие-то деньги, потрачено время на изучение. И вот так вот человеку приносишь, он вроде улыбается, приятно, что ему дарят, приятно, что он не обращает внимания. Потом спрашиваешь, ну как, чего? А он даже не помнит, что это. А что? А, да, да, да. Ну, ты знаешь, да, как-то вот. А потом выясняется, что она лежит где-то там на полочке, где-нибудь там на втором-третьем месте и забыл уже про нее. Поэтому участие человека через сознание, понимание, для чего и как, это, на мой взгляд, сегодня очень-очень важно. Тем более, что мы живем в состоянии войны, а война же проявляется во всем, в состоянии войны. Это, прежде всего, непонимание этого мира, непонимание, зачем я. Это потом она уже в горячую стадию переходит. Когда человек не понимает, кто он такой, для чего он, тогда его можно спокойно зомбировать, его можно поставить на совершенно нити рельсы, которые ему по природе нужны или там по роду нужны. И вот эта война – это проявление внутреннего состояния, неготовности человека брать ответственность за себя же самого и непонимание этого мира. И вот то, что ты делаешь, мне почему это нравится, что ты с людьми общаешься. Ты с людьми общаешься, не так – выпей таблетку и иди отсюда. Придешь через три недели, еще выпьешь. А с точки зрения того, что человек понимает, что ты делаешь, и понимает причины. Когда он понимает причину, то происходит выравнивая так называемая матрица. А где выравнивая матрица, то есть мыслительная, первичная, там происходит заполнение, физика подстраивается. Метод в очередной раз, дифферамт в твою сторону, дифферамт в твоего метода. Ну что ж, у нас получается довольно такой интимный разговор про многие вопросы, которые врачи как-то так упускают. Ну и теперь касаемо этого места. У тебя планы развития какие? Ты будешь продолжать здесь целительство, будешь продолжать обучение, может быть, семинары, может, ретриты, может быть, какую-то такую студию оздоровления всеобщего сделать, где специалист по разным направлениям жизни мог бы приходить и вот так приглашать людей на эти хорошие кресла, с чайком там, да, так вот в домашней обстановке, обсуждать какие-то темы, которые бы людям помогали. Причем вынося это в свет, а не просто здесь, закрывшись, в этом помещении. Вот какие у тебя взгляды на это помещение дальше, на развитие? И ретриты, и семинары, и такой оздоровительный всеобщий центр, да, такое у нас по формату тоже здесь проходит. И, наверное, к этому оно так и идет, что мы здесь. Но я бы, наверное, прежде всего сконцентрировался на росте личности, центре развития личности. Через что? Через наши практики. Через практики? Да, через то, что мы делаем. И оно бы дало бы немножко другой бы сразу результат. То есть, ведь, понимаешь, когда я смотрел на то, что делают люди, там, своими руками, остеопатия или мануалка, я же понимаю, что, ну, поправил, дальше пришел, дальше человек возвращает через какое-то время с этим же самым, ну, на полгода хватило, кого-то на месяц, кого-то на два. Ты же понимаешь, что, наверное, не так задумано природой, чтобы по одному и тому же ходить, ну, много раз. То есть, есть, наверное, какая-то, значит, причина возникновения того или иного. Если все время работать со следствием, то результативность, она как бы на самом деле нулевая. Если мы работаем все время со следствием, ну, брали следствие, потом опять оно произошло. То есть, результатом для меня являлось убирание причины. Именно поэтому я и пошел в сторону рассмотрения человека в этом троединстве дух-душа-тела и с пониманием, что именно духовный замысел, он определяющий для уже умысла и определяющий уже для жития, для промысла. И только так. Поэтому я еще называю это управляющей силой. Ну, ты же заезд в высокие эзотерические такие темы, духовные, душевные и сущностные, из которых следует следующее, что если есть задача жизни человека на земле, задача, есть цель жизни, да, есть путь к этой цели, который простраивается первично, то потом создается тело, которое может эту цель достичь с ногами, которые могут пройти этот путь, с руками, которые могут на пути что-то делать, с головой, с какими-то развитыми или недоразвитыми ощущениями и так далее. В определенном месте, в определенное время, с окружением людей, условиями жизни и так далее. То есть ты так уже широко, поведически подошел к этому. Веда – это же не знание, веда – это мудрость вселенская. В отличие от знаний таких узконаправленных, я умею там картошку шинковать, что-то делать. И мне нравится такой подход, когда эзотерика, чистая эзотерика, связывается или продолжается, точнее сказать, в жизни. Потому что сегодня я вижу очень неприятную картину. Много людей находится в медитации, но при этом медитация сводится к полетам, полетам, летящие парящие на всю голову, которые оторваны от жизни. Они толком ничего в этой жизни не могут создать. Они мечтают о чем-то, как коты Леопольда повторяют одну и ту же мантру – давайте жить дружно, давайте там сделаем что-то хорошо, чтобы было хорошо. Но движения никакого нет. Я называю это эзотерикой. А есть те, которые наоборот отрываются от понимания, зачем я пришел в этот мир, и находятся в состоянии того, что я тружусь как муравей. Муравей же не задумывается, кто он такой. У него не возникает вопроса, зачем он строит муравейник. Потому что у него программа животного начала предусматривает строительство муравейника, предусматривает дела, которые он делает – таскать бабочек, гусениц, еще кого-то, ухаживать за маткой, за потомством. И муравейник задает вопрос – кто я? А человек, в отличие от многих животных, задает вопрос – кто я? И вот тут, когда совмещается и животное начало, и божественное высшее, и проявление здесь через сознание человеческое, то вот тут-то и цельность-то и возникает. И вот как раз твой метод к этому и подводит людей. Ну, я хочу еще подвести следующее. Вот, когда мы говорим про деньги, многие говорят так, о, там, например, 5 тысяч, ой, 10 тысяч, там. Я знаю, что некоторые и по 100 тысяч берут, там, сеанс за один. И они сразу как-то вот, некоторые сникают, говорят, ну, это же дорого, ну, это же надо, надо не поехать на курорт куда-то, да, там, не купить себе вещь какую-то, а может быть, две даже, ну, 10 тысяч, может, две хорошие вещи купить или, там, одну хорошую. Но, когда я с ними разговариваю, спрашиваю, скажите, а вот вещь, если вы больной, ну, насколько она вам нужна? Вот если вы сопливый, если вы кашляете постоянно, если вы ногами не можете придаться, если вы, например, мужчина не может женщину удовлетворить, ну, как мужчина, да, а женщина все время отмахивается от мужчины, потому что у нее что-то там не так идет. Ну, какую бы ты вещь не одел красивую или не одела красивую, ну, это же проблема у тебя останется. И вопрос, зачем тебе эта вещь нужна? Зачем тебе ехать на какой-то курорт, если ты, как овощ, ляжешь на шезлонге и будешь лежать, потому что не проплыть, не пробежать, не сходить ты не сможешь. И это раз. Второе, если вы видите, что есть какие-то изменения после сеанса, которые в течение недели-двух еще продолжают действовать, улучшаются, вытяжка там внутренняя, какие-то изменения идут, то в растягивании, например, там на месяц, на два после того, что происходит. И вот эти вот там 5-10 тысяч, они превращаются уже в какие-то там маленькие-маленькие-маленькие какие-то там сумочки, которые, ну, так если подумать, может себе позволить даже и несостоятельный человек. Но при этом у тебя есть здоровье, и даже если у тебя нету какой-то, может быть, супер-пупер вещи модной, ты можешь прийти в какое-то общество, даже без этой вещи, и все увидят здорового человека, сияющими глазами, с ясной мыслью, который проявляет себя в этом мире. И рядом с ним, одеты в супер-пуперы какие-то вещи с распальцовочкой, накрашенные, расфуфыренные, будут как трупы выглядеть. Ну вот что вам больше подходит? Вам больше нравится быть человеком, либо вам больше нравится вешалкой быть, дорогих вещей? Тут знаешь, какая страна есть у материального процесса? Раз уж мы его затронули, то надо понимать, что в результате наших процедур улучшается связь с материальным пространством. Ретрит, который мы проводили, человека не видели, где-то месяц, и спросили, ты куда пропал, что случилось, почему в центр не заходишь? Он говорит, друзья, после ретрита так бизнес попер, что просто голову некогда понять. Некогда. Да. То есть вот это вот состояние я потратил, оно должно иметь конечную цель. Какую? Я не потратил, я вложил. Вложил в свое состояние, в котором я более ресурсен с точки зрения управления пространством. Значит, я более ресурсен в том числе в приходе денег. То есть вот и оно окупается, ну не то чтобы там трат, это вложения, которые окупаются не с 11% годовых. То есть это значительно больше. Вложение в себя самого. Да. Это значительно больше. В свою семью. В свою семью. Потому что ты нигде не купишь ни в каком магазине состояние радости или счастья в семье, взаимопонимания, возможность удовлетворить женщину. Или у меня есть благодарность от семейных пар, которые вообще просто сказали, что интимные отношения вышли просто на другой уровень. Кофмус. Кофмус. Это единичный характер, да, на самом деле относит массовый характер. Это возвращается мужская сила за 70 у людей. Я стеснее спросить. Ты случайно не обучаешь каким-то там новым позам, эскамасутры там? Нет. Мы это вообще не рассматриваем. Вообще. И после этого все равно это все происходит. Да, это все происходит. Просто у женщин появляется возможность ощущать, если это закрыто, а это оказывается ну такая серьезная проблема. Ну на сегодня я согласен. А у мужчин появляется возможность, во-первых, продлить свою мужскую молодость, да, и... И осчастливить еще женщину. Значит, да. Ты знаешь, вот ты вот сказал, у женщин многих закрыто, а я же это вижу по одежде. Чем хуже у человека с ощущениями внутреннего своего состояния, чем меньше человек может получать от близости, даже пускай интимный, даже интимный не обязательно там что-то куда-то залезать, да, а интимный в отношениях вообще, тем больше они пытаются, особенно женщины, раздеться, оголиться, обтянуться. То есть они заменяют то, чего нет, то, что доступно. Вещи, блестяшки какие-то, ужимки, похождения, не пойду, куда там, алкоголь, вот это все. То, что искусственное, то, что заменяет природно и естественно. И у мужчины происходит, например, то же самое, только не в этом, а в чем-то другом. Но тоже вот через какие-то предметы и вещи, которые он может купить. Но это же не сам человек, это вещь. Ты-то чем лучше стал? Нет, не про тебя сейчас. Я понимаю, да. Здесь вот то, что женщина оголяется и делает это благодаря каким-то внутренним настройкам и в том числе неспособности ощущать, лишний раз просто говорит о том, что взаимосвязь внешнего и внутреннего, она прямая. Просто она вот выражается вот в этом вот здесь вот вот так вот, в чем-то другом вот так вот, в искривлении тела как такового. А кривое тело или состояние человека с кривым телом оно соответствующее. То есть это вплоть до нежелания жить даже. Вот такое возникает. Это я просто с людьми, когда разговариваешь, особенно с молодыми девочками, которые понимают, что это некое уродство у их тела. И как ей жить в этом состоянии, когда она априори хотела быть красивой. Это нам, мужчинам, проще. Ну да. Да, как-то проще мы к этому относимся. У носки одного цвета, значит, уже модно. Да, уже модно, да. Главное, чтобы черные были, да. И все, слава богу. А у женщин она по-другому сложена. И вот это вот вернуть, да, вот это состояние совершенно другое. И, соответственно, конечно же, и тело, внешний облик, он преображается. То есть оно все взаимосвязано. В общем, получается, как ни крути, ты ввязался в такую жизненную авантюру. Вот именно слово такое авантюр здесь подходит. Веселую и активную. Когда ты взял на себя некую миссию, скажем так, исправления общества. Когда этот центр из просто метода, где ты помогал человеку приобрести здоровье, превращается в центр, где уже общество начинает, представители общества начинают смотреть по-другому и на себя, и на этот мир, и на это общество. А это означает, что у них появляются мысли, а как это теперь поправить? Вот эту самую несправедливость, с которой они раньше сражались, себе ущерб. Несправедливость, из-за которой они прикринали кого-то и прикринали себя. Несправедливость в семье, где папа, гад, мама не такая, да. Брат, сестра не такие, президент не такой, кто-то еще, инопланетянин, дурак. То, что я беру ответственность на себя. В первую очередь за свое здоровье. В первую очередь в понимании, кто я такой, для чего я здесь. Ну, без здоровья нам вообще ничего не надо будет, да. Соответственно, любые желания, они есть пока из тела. Поэтому, что ты будешь делать, когда тела нет? Понятно, да. То есть здесь как бы вышел, ну, выйди из тела, посмотри, что ты сможешь сделать. Нифига, да. То есть тело есть, значит, мы можем взаимодействовать, можем простраивать пространство, можем создавать для себя увлекательные игры, авантюры в том числе и так далее. То есть можно делать только при наличии нашего тела. Чем оно ровнее, чем правильно оно более простроено, тем лучше оно взаимодействует с пространством. Я просто уверен, что вот эта связь, она выглядит так. Значит, мое психическое здоровье с моим ментальным здоровьем и, соответственно, все это отражено в пространстве через мое же тело. Соответственно, мое тело, оно может обо мне много что сказать, то, как я сложен, или там период у меня набора веса, или похудения, или еще чего-то и так далее. То есть это все показывает. В том числе и про молодость, и женскую, и мужскую. Потому что по рассказам про бабушек, 16 детей, и последнего ребенка там 64 года родила. Вот я знаю, знал бабушку, да, тетю Варю. Ну, сейчас немногие на это способны. Делико немногие. Да. И это говорит о том, что состояние здоровья было у этих людей другое. А это говорит о том, что состояние психического здоровья, психического здоровья у них тоже было другое. Стрессов, как таковых, которые они воспринимали в жизненных ситуациях, которые они воспринимали как стресс, был минимальный. Было все понятно, что делаю, зачем я встала, зачем я проснулась, зачем я это сделала, то сделала и так далее. То есть, вот ясность жизни была. Повышенная стрессоустойчивость через понимание. Ну что ж, на этой замечательной, мне кажется, мотре я предлагаю закончить нашу встречу сегодняшнюю и пожелать нашим радиослушателям и зрителям всего самого-самого доброго с точки зрения здоровья всех его проявлений. Благодарю тебя. Быть добрым. Быть добрым. Субтитры создавал DimaTorzok